На российском рынке стало появляться все больше новых брендов электроники и в данном случае я хочу вас познакомить с компанией TFN, которая занимается производством портативной электроники, наушников, игровых гаджетов, пауэрбанков и многим другим. Но в этом ролике мы рассмотрим игровые наушники серии Cybot ZX3. Сразу пробежимся по содержимому коробки. Внутри же нас встречает в пузырчатой пленке сами наушники и еще рядышком валяется переходничок для того, чтобы вы могли подключить отдельно эти уши к выходу для наушников и к входу для микрофона. В случае же с телефоном тут у нас идет миниджек как в гарнитурах. Также я был удивлен тому, что здесь имеется USB, то есть я сразу такой автоматически подумал, что тут нам вставили звуковую карту. Но наушники стоят всего 1200 рублей и вряд ли в них бы запихнули какую-то крутую звуковую карту. Подсветка у них синяя, у бренда имеется такой логотип именно у серии Cybot. Это такая голова андроида с джойстиком. Выглядит прикольно. Итак, по внешнему виду наушники сделаны из достаточно такого дешевого пластика. Не сказал бы, что они сильно там крутые. Обычный. Простите, пожалуйста. Чуть не сказал отечественный, но не отечественный пластик сто пудово. Имеется регулировка, то есть для совсем больших харь или тыкв. Эти уши будут самые то. А вот даже если я убираю в минус, так скажем, эти уши... Простите меня, пожалуйста, товарищ микрофоныч. Эти уши на мне сидят не так комфортно. И вот эти вот амбушюры, хоть они и сделаны из ткани, а не из кожзама, который будет просто запотевать на ваших ушах, покрываться всякой херней. И вы долго в них не просидите, потом он будет сыпаться. В этом плане они, конечно, будут подолговечнее и поприятнее в вашей голове. Но все-таки в моем случае так себе. Далее на оголовье у нас имеется такая приятная подушечка. Скорее всего, там просто поролон обычный. И что порадовало, кабель у этих ушей в тканевой оплетке. Сане такое нравится, да и мне тоже. Как-то надежнее просто выглядит. По звуку. Тут звезд с неба они не хватают. 32 Ома составляет сопротивление. Как на большинстве коробок, наушников пишут от 20 Гц до 20 тысяч. И это все понятно. Неизвестно, как сама частотная характеристика выглядит. Потому что у каких-то завалены низкие частоты, у каких-то высокие, у каких-то середка провалена. Здесь, скажу так, пойдет. Мне лично не хватает громкости, не хватает средних частот, высоких и низких. Более сочных, более интересных. Это если мы рассматриваем Hi-Fi акустику. Не те наушники, которые предназначены для мониторинга звука в студиях, чтобы мы отслеживали каждый инструмент. А вот чисто для гейминга или прослушивания музыки мне лично не хватает каких-то моментов. Но в игре этого будет достаточно. Что меня тут приятно удивило, это микрофон. Вот, послушайте, как звучит голос, записанный как раз на встроенный микрофон этих ушей. Итак, сейчас вы слышите, как звучит мой голос, записанный на микрофон гарнитуры Cybert ZX3. Подключается он по мини-джеку, то есть 3,5. Здесь, в этих наушниках, нет звуковой карты, хоть есть и USB, так скажем, разъем. Но, к сожалению, он предназначен лишь для вот этой подсветки. Так что этот момент обязательно имейте в виду. Как-то так, народ. Все необходимые ссылки вы найдете, как всегда, под видео в описании. Что ж, выводы делайте сами. И, как говорит Саня, выбор всегда за вами. А на этом у меня все. С вами был по-прежнему Фликер, мобильный геймер. Всем пока.